Итоги социально-экономического развития за первое полугодие – самая обсуждаемая тема. О том, каких показателей достигла республика по основным направлениям, говорили сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Чуваши. В его работе приняли участие руководители предприятий, организаций, бюджетных учреждений, представители малого и среднего предпринимательства. Итоги полугодия – сплошь цифры, за которыми стоят скрупулезные подсчеты и тщательный анализ. Как выглядит республика на фоне собственных предыдущих достижений? Присущи ли ей общероссийские тенденции, что влияет на экономику? Глава Чуваши выделил несколько позиций. Номинальная начисленная зарплата увеличилась на 10,7%, с вычетом инфляции – 9,3%. И расчетно, прогнозно, если смотрим, год примерно таким же уровнем в росте заработной платы у нас предусматривается. На это, конечно, я хочу подчеркнуть, влияет увеличение заработной платы работников в бюджетной сфере по тем индикаторам, которые обозначил президент Российской Федерации еще в указах от 7 мая 2012 года. Объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, воды, жилья, обороты розничной торговли – динамики у нас с ростом. Но есть отдельные отрасли, где на самом деле есть снижение, над чем мы работаем. Среди тех, кто в этом полугодии снизил объемы – текстильное производство, ремонт машин и оборудование, производство химических веществ, некоторые предприятия электротехнического кластера. Но не все. В целом по направлению рост составил 8%. Самые же заметные успехи у производителей электронных и оптических изделий – почти 48% прироста. Объемы одруженной продукции организации промышленного комплекса в первом полугодии составил 130,5 млрд рублей или с ростом 105,8%. В обрабатывающей промышленность порядка 88 млрд подвержена, с ростом в 2017 году 106,4%. Благодаря реализации инвестиционных проектов во всех сферах экономики республики в первом полугодии создано более 850 рабочих мест. В целом за 2018 год планируется создать около 2000 новых рабочих мест. Многие предприятия расширяют ассортимент. Ведется освоение новых видов продукции для сельскохозяйственного машиностроения, для автомобилестроения, комплектующих для горно-шахтного оборудования и забильного. В скором времени у нас идет завершение производства этих деталей для инновационной телеки, совместного производства контракта вагонов «Сканаше», значит, для разработки по 25-тонные вагоны. Несмотря на напряженную ситуацию на мировых рынках, вызванную продолжением действия экономических санкций против нашей страны, внешний торговый оборот Чувашской республики в январе-июне – почти 119% к соответствующему периоду прошлого года. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджетах всех уровней – 6 миллиардов рублей. В 2018 году оценочность составит 14,6 миллиарда. Всеми формами государственной поддержки за данный период воспользовались 6 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе-июне 2018 составил 105%. Господдержка на сегодняшний день 2 миллиарда 740 миллионов рублей. Из них более миллиарда рублей до сельхозтоваропроизводителей сегодня доведены. Работа идет в плановом режиме, задержек никаких нет. Также активно пользуется новой формой поддержки, сельхозтоваропроизводителей с торговым кредитованием. В банки заявки отправляют, 5 транс по инвесторам, 10 по коротким кредитам закрыты. В ближайшее время ждем, что еще раз откроют реестр, и те, кто не получил, могут также дальше воспользоваться. Строительная отрасль также отметилась ростом производства. Объем жилья составил 136% по сравнению с прошлым годом. Среди регионов Приорского федерального округа Чувашия заняла третье место, уступив Мордовии и Пермскому краю. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика.